Приветствую вас. Я думаю, что одна из ключевых ваших ошибок является, ну вот, представляет из себя, представляет из себя то, что вы пишете о том, что подарили. Вы пишете о том, что подарили молодость детей своему мужу. Вот. На мой взгляд, такая позиция, как будто вы жертвуете. То есть вы делали это не потому, что вы хотели это делать, а вот, ну как будто с расчетом, с расчетом на то, что вам мужчина по итогу что-то даст. Вот. Это, наверное, в корне является вашей ошибкой, потому что в таком случае получается, что и детей вы рожали не для... не потому что хотели детей, а чтобы мужа удержать. И, собственно, молодость и верность хранили для... не потому что не хотели больше ни с кем спать. Вот. А чтобы вот мужа к чему-то обязать. Понимаете? То есть это вот такая позиция с вашей стороны, она выглядит как вот именно жертвенная, да? То есть как будто вы жертвуете в этой ситуации. И, ну, мне кажется, что ничего хорошего вам эта позиция, в принципе, не несет. Мне кажется, что вы либо поисследуете причину, почему вам, вот именно вам больно и обидно от этого, что больно и обидно, если мужчина говорит то, что по сути написано в тексте книги, которую он считает святой, да? То есть что обидно, это часть его культуры, культуры вашего мужа, я так понимаю. И тут не в нем дело, а именно вас, как вы себя позиционируете и как вы к себе относитесь, как вы субъективно представляете то, что делаете. Вот. И с точки зрения психологии нужно разобраться с этим, да? То есть если, знаете, есть вот, как сказать, два таких, ну, два пути, есть два пути. Первый путь, что вы делали всё для мужа, вы делали всё потому что, ну, хотели для него это делать, вот. Вы делали, 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 делали. Вот. И в какой-то момент отклонились немножечко от своего вектора поведения, отклонились в какую-то другую сторону вы. Просто отклонились в какую-то сторону другую и забыли, забыли про себя, забыли о себе. В этом случае, если это так, в этом случае, конечно, конечно, можно подкорректировать ваше поведение, отношение к себе, чтобы вы вспомнили, эм, ну, себя, чтобы вы вспомнили, так, куда же я двигаюсь, так, всё-таки, чего же я хочу, всё-таки, вот. Да, это одна, один путь. Другой путь, если вы к своему, к своему мужу относились всегда через, эм, ну, такую, типа, призму, эм, призму своих желаний. То есть, вот я что-то, что-то для, а, для него сделаю сейчас, для мужа что-то сделаю, и он мне потом, там, соответственно, что-то будет долго. Вот. И в этом смысле, да. В этом смысле, скорее всего, развод и нацениться, напротив, и на выходом, потому что вы, эм, своего мужа никогда-никогда не любили, не любили. Вот. Лично я хочу верить, что у вас первый путь, эм, чтобы сохранить отношения, эм, вот. Эм, да, то есть, вас это, эм, как-то задевает, и, эм, ну, вам от этого обидно. Это, эм, тоже подле-эм, надлежит исследовать, потому что, ну, смотрите, с одной стороны понятно, что, ну, вам тяжело, ну, всегда тяжело понимать, что, вот. Тебе предпочитают, там, другого кого-то, с одной стороны. Другой страны, это, эм, сказывается на вашей самооценке, получается. То есть, то, что говорит муж, влияет на то, как вы себя воспринимаете, как вы к себе относитесь. Ну, невольно выникает вопрос, почему так? Почему так? Невольно выникает этот вопрос, почему так? Так. С чем связано, вот, то, что вы, эм, ну, 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 на свой, э, на свой, э, счет принимаете. То, что, условно, делает ваш муж сейчас. То есть, у этого есть, эм, ну, в общем и целом, эм, тоже, эм, свои причины, причины. Почему вы воспринимаете на свой счет подобную, э, подобную, подобную позицию. Вот. А, классно было бы и здорово, если бы вы, как-то, вот, уточнили, да, вот, что тебя навело на мысль о том, чтобы, вот, взять всю жену. Почему? Что? 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 Что ты хочешь? И, э, очень важно, вот, понять, насколько вам, э, ценно то, что говорит он, ну, то, что, вот, он, э, что, то, что он сказал. Вам. Опять же. Вот. Мне кажется, что, вот, в таком ключе здесь можно двигаться. в таком ключе здесь можно ситуацию рассматривать, вот, именно в таком ключе, да, именно в таком порядке, условно говоря. И, соответственно, э, э, дальше уже, э, ну, дальше уже исходя из этого, что ты делаешь, что ты делаешь, исходя из этого, куда-то двигаться. Потому что, ну, сейчас, на данный момент, на данный момент, э, ну, э, ситуация выглядит, э, э, так, что вы, э, очень сильно обижены на мужа. Я не говорю, что вы, э, 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 не должны на мужа обижаться. Если, если у вас есть чувство обиды, то оно имеет место быть, но важно, с точки зрения психологии, понять, что за ним стоит. И, вот, если мы сможем с этим разобраться, то вам будет легче. Гораздо легче. И отношения сохраните с мужем, если, если у вас с ним чувство есть. Ну, и не сделайте ничего такого, за что потом было бы в той или иной степени стыдно, в той или иной степени обидно, и еще сильнее, и еще сильнее. Вот, и так далее. Опять же, вот вы говорите, что муж постоянно намекает, что в будущем возьмет еще жизнь. Жену такая, ну, что он тоже намекает. Понимаете? То есть, вот мне кажется, что здесь у вас есть противоречие. Вы говорите, что, э, если человек говорит, что в Коране можно иметь до четырех жен, это нормально. А вам обидно, и вы говорите, что просто так, правящий человек. То у меня, с одной стороны, есть ощущение, что у вас противоречие, несоветие тому, что нормально для вашего мужа, считаю, любимого человека. И того, что нормально для нас. И с другой стороны, восприятие отношений, как, ну, как своего рода инвестиция. То есть, вот, ну, для нас это, вот, такое ощущение, да, что, такое впечатление, что, э, для нас это, как будто, вот, инвестиция. Ну, вот, мне кажется, эта позиция, она отличается от реального положения вещей. Вот, и вам ее либо нужно менять, что, ну, что, может быть, получится, может быть, нет. Либо вы ее измените, позицию. Либо, искать другого человека, позиция которого будет больше соответствовать тому, что хотите вы. Да, проще только лет уже не вернуть, это безусловно, но... Сумоется сделать так, чтобы те чувства, которые вы сейчас испытываете, больше не повторились. Никогда. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.